Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Казахстанским врачам повысят зарплаты, а будущим педагогам стипендии. Это позволит решить проблему дефицита специалистов и обеспечить страну квалифицированными кадрами. Кроме того, в республике внедрят прозрачную систему ротации директоров в сфере образования. Но такие поручения сегодня дал президент. На третьем заседании Национального совета общественного доверия детально рассмотрели вопросы развития человеческого капитала. Подробности в нашем материале. Заседание Национального совета общественного доверия само по себе событие в нашей стране знаковое. Тем более в нынешних, мягко говоря, непростых условиях все ждут от участников этого уникального объединения конкретных шагов и решительных мер. А тот факт, что третье по счету собрания проходит в онлайн-режиме, еще раз подчеркивает всю злободневность обсуждаемых вопросов. Вынужденный переход на дистанционное обучение показал, насколько наша система образования оказалась не готова к новым вызовам. Взять, к примеру, качество интернет-соединения. Разрыв между городскими и сельскими школами колоссальный. Проблема с интернетом показала, что в ближайшее время мы эту проблему не решим. Многие страны, я вот изучил, столкнулись с этим цифровым неравенством. Село, город. Бедная семья не может позволить своим детям купить компьютер. Иногда недостаток доступа к интернету не позволяет им подготовиться. Вот многие страны используют возможности учебного телевидения. Мне кажется, сейчас наступило время создать нам свой образовательный канал, через который мы могли бы транслировать лучших педагогов. По международной оценке, качество знаний учащихся Казахстан всерьез отстает от развитых стран. И проблема здесь не только в финансировании. Нет системных и продуманных реформ. По словам спикеров, в серьезной модернизации нуждается вся система высшего образования. Кроме того, необходимо максимально расширить доступ к учебе для семей с низкими доходами. Считаю, что в системе распределения государственных образовательных грантов следует предусмотреть больший социальный компонент. То есть, делать упор не только на академических достижениях абитуриента, но и на его социально-экономическом статусе. Следует рассмотреть вопрос об увеличении количества грантов для социально уязвимых категорий граждан и молодежи из семей с низкими доходами. Еще одной формой поддержки могло бы стать льготное кредитование оплаты за высшее образование. Поднимать нужный статус учителей, подготовкой педагогов должны заниматься специальные вузы. Параллельно необходимо повышать требования для поступления на педагогические специальности. Конечно, поэтапно. Уже сейчас нужно увеличить стипендию для будущих педагогов. Глава государства считает для начала с 26 до 42 тысяч тенге. Кроме того, Касамжу Мартукаев поручил правительству разработать новую прозрачную систему назначения директоров детских садов, школ и колледжей. Внедрение института ротации и аттестации руководителей позволит повысить эффективность управления. В целом, я за то, чтобы ротация существовала в каждой сфере. Мы должны обновлять кадры, чтобы не было разговоров о так называемых потерянных поколениях. Я призываю искать новые таланты. Я призываю искать людей профессионально подготовленных, патриотично настроенных с тем, чтобы мы могли бы использовать их таланты в системе государственной власти. До конца года в Казахстане разработают полноценную модель раннего развития детей, которая пока не соответствует международным стандартам. Активно развивать предстоит и сферу технического образования. Для этого нужно внедрить атлас новых профессий и компетенций. Важно, чтобы потребности рынка труда учитывались на 10-15 лет вперед. Профессиональные навыки должна давать и служба в армии. Чтобы повысить качество знаний студентов, на базе казахстанских вузов глава государства поручил открывать кампусы ведущих зарубежных университетов и создавать так называемые центры академического превосходства. Для повышения качества образования я дал поручение ужесточить требования к вузам, конторам, выдающим псевдодипломы. Абсолютно не место в нашей системе. Эту работу надо завершить решительно и в самые быстрые сроки. Мы об этом говорили с министром образования. Как бы трудно ни было, кто бы не защищал эти так называемые вузы, эту работу надо завершить. Эти конторы по печатанию дипломов нужно решительно закрыть. Перемены ждут и сферу здравоохранения. Уже с этого года врачам начнут поэтапно повышать зарплату. К 2023 году они должны получать в 2,5 раза выше среднего оклада казахстанцев. По словам главы государства, низкая оплата труда – одна из причин дефицита профессионалов в этой сфере. Следует также пересмотреть применение уголовного наказания за нарушение порядка проведения клинических исследований. Угроза наказания отталкивает медицинских специалистов от науки. Выше сказанное, конечно, не снимает с врачей ответственности за жизни и здоровье граждан. Но такая ответственность должна быть административной и гражданской правовой, как в развитых странах мира. В период пандемии многие страны столкнулись с проблемой дефицита больничных мест. Вот и в Казахстане больше половины медицинских учреждений требуют ремонта. Треть всего медоборудования в отечественных больницах и поликлиниках изношено либо устарело. С 2010 года мы делали упор на оптимизацию некоторых направлений здравоохранения, экстенсивную эффективность этих объектов. В результате сокращено около тысячи инфекционных ковид. С учетом биологических угроз правительству необходимо рассмотреть вопрос допустимой избыточности системы здравоохранения по определенным направлениям и поддерживать ее готовность к критическим ситуациям. Крайне важная задача уделить первостепенное внимание принятию превентивных медико-санитарных мер для защиты здоровья граждан. В краткие сроки необходимо сформировать эффективную модель сельского здравоохранения, продолжить цифровизацию отрасли и вывести на новый уровень систему биологической безопасности. Тем более, что есть риск возникновения второй волны коронавируса. А у нас по ряду причин малоэффективная служба эпиднадзора и слабый инфекционный контроль. Уже начатые работы по созданию нового комитета будут значительно повышены статус и полномочия главного государственного санитарного врача. Сама жизнь подсказывает эту реформу. Будут приняты меры по социальной защите специалистов и пересмотрена система подготовки кадров этой службы. До конца года президент поручил разработать закон о биологической безопасности и продолжить укреплять сотрудничество с зарубежными коллегами в сфере борьбы с инфекционными болезнями. Во многих странах мира сейчас готовят масштабные реформы в сферах образования и науки, экологии и здравоохранения. Люди оказались попросту не готовы к такому повороту событий. И теперь необходимо сделать правильные выводы. Ирина Панфилова при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Хабар-24. И еще продолжение темы. Разработчики плохих учебников будут нести ответственность. Такую норму президент поручил прописать законодательно. Кроме того, кардинальное изменя требования к экспертизе и апробации книг. По словам Касым Жомарта-Токаева, уровень казахстанских учебников очень низкий. И проблема с качеством изданий встает из года в год. А между тем от этого зависит уровень образования школьников. Поручаю на законодательном уровне закрепить ответственность разработчиков за качество учебников. Подготовил плохой учебник. Не пошел он, как говорится, в жизнь. Разработчик данного учебника должен нести ответственность. По-другому никак нельзя. Инициативу президента пересмотреть наказание за врачебные ошибки сегодня прокомментировала медицинская общественность. По словам главы Национального научного медицинского центра Абая Байгенжина, Под уголовной статьей сейчас находится немало медиков. И степень халатности врача во время следствия установить сложно. Потому пересмотреть применение уголовного наказания в таких случаях необходим и шаг, к которому шли последние 10 лет. У нас, как правило, в стране очень много больных, которые имеют по нескольку патологий одновременно. И бывает, что мы зачастую бываем бессильны. И начинаются всевозможные судебные, уголовные преследования, которые разрушают, в первую очередь, общественное доверие к нам, к медикам. И то, что Хасмзамар Кемерис это озвучил, это огромное, вы даже не представляете для нас позитивное явление, для всех медицинских работников. Потому что мы в течение уже десятилетия добиваемся этого. Ну вот, инициативу президента в области здравоохранения отметил и сенатор Сергей Бектурганов. В частности, повышение заработной платы медикам. Глава государства все-таки отметил важность того, что не надо увлекаться оптимизацией и сокращением. Вот такое сокращение и следование международным стандартам привело к тому, что и в некоторых странах не только у нас стало не хватать коечных мест, специализированных коечных мест. В данном случае глава государства говорил об инфекционных койках. Абсолютно правильно создание избыточной достаточности. То есть мы некоторые вещи государство должны держать в резерве. Другим темам. Алматы за время карантина потерял 100 миллиардов тенге. Об этом сообщил сегодня на онлайн-конференции Аким города Бакаджан Сагентаев. Почти половину экономики мегаполиса формируют сферы транспорта и торговли. Именно их работа была ограничена в связи с режимом чрезвычайного положения. По этой причине произошел спад в городской экономике. Он составил больше 9% и это ощутимо. Ну, естественно, все это не мог не повлиять на поступление налогов в местный бюджет. В принципе, мы показываем, каким образом за которые месяцы ситуация складывается. Ну, прогноз такой, что мы год по нулям выйдем. Будем над этим работать. Также Бакаджан Сагентаев сообщил, что детские сады в Алма-Ате открывать не будут. Они еще не готовы к приему детей, не возобнают свою работу и кинотеатры. А предприятия, чья деятельность разрешена, при несоблюдении санитарных норм вновь будут закрыты. Аким напомнил, что ужесточены меры и к тем, кто не носит маски в общественных местах и транспорте. Больше 23 тысяч человек протестировали на коронавирус в Таразе. В областном центре действуют 7 лабораторий. Об этом рассказал глава региона. По словам Бердебека Сапарбаева, в области больше 350 случаев заражения. 132 человека еще борются с болезнью. На передовой почти 2500 медработников. Все они получили надбавку в зарплате на общую сумму, превышающую 400 миллионов тенге. В ближайшее время, пообещал Аким, возобновят работу рынки и общественный транспорт. Если мы хотим, чтобы скорее сняли карантин, то нужно соблюдать все требования. Это должен выполнять каждый. Понимаем, что жители устали, хотят работать и получать зарплату. Особенно это касается тех, кто работает на рынках, у всех семьи и кредиты. В пятницу на заседании штаба мы рассмотрим вопрос ослабления карантинного режима, в частности, возобновления работы общественного транспорта и рынков. Два района Валматинской области и город Талдыкурган остаются на карантине. В регионе больше 300 инфицированных коронавирусом. В три раза больше случаев заражения в Атыраусской области – 944. Там на карантин закрыт Жилыойский район. Между тем, североказахстанская область практически возвращается к прежнему ритму жизни. За две недели в регионе проверили больше 2000 объектов. Нарушения выявили в каждом десятом. О ситуации на местах расскажет моя коллега Бакутгуль Окасова. Попасть в Талдыкурган не так-то просто. Выстраивается очередь из автомобилей. Каждому въезжающему изменяют температуру и проверяют документы. Два района и целый город закрыты на карантин. В регионе больше 300 больных коронавирусом. По всей области больше 20 мобильных групп работают. В городе Талдыкурган две мобильные бригады. Они постоянно работают, каждый день. Пока мы меры не принимали, только разъяснительные характеры, профилактические характеры. Дальше два раза будем предупреждать. Дальше будут грубые нарушения. Мы передавать будем суд на официальное закрытие объекта. Между тем, в три раза больше случаев COVID-19 зафиксировано на западе страны. В Атыраусской области 944 больных. Пришлось закрыть на карантин целый район, где выявили сразу 17 случаев. А в соседнем Уральске свыше 100 очагов заражений. Жители игнорируют элементарные правила безопасности. На рынках и в автобусах люди без масок. Буквально на днях возобновившую работу детские сады снова закрылись. Заболел представитель мобильной группы. Карантин в городе продлили до 15 июня. Дело в том, что у нас есть мобильная группа, которая обходила все дежурные группы, все детские сады. И из этих лиц заболел работник коронавируса. Этот больной полностью во всех садиках участвовал при мониторинге в группе. Поэтому городской штаб решил закрыть временно. Перестали соблюдать санитарные нормы и жители Жамбылской области. Отсюда и высокая заболеваемость COVID-19. Были случаи, когда один больной мог заразить сразу до 20 контактных. Нашими жителями до сих пор не принимается серьезность. Опасность данного заболевания проводят скрытно семейные мероприятия. Если мы не начнем соблюдать все меры, которые мы даем в алгоритмах в соответствии с постановлением главы государственного врача, по послаблению мероприятий на нашем уровне, это город Тарас и регион Жамбылской области, будет очень тяжело. Пока в Жамбылской области предупреждают, в Туркестанской от слов перешли к делу. Там продлили карантин до 8 июня. Въезд и выезд на территорию региона по-прежнему запрещен. Проехать через блокпост могут только грузовые автомобили и те, кто имеет специальный пропуск. Закрытыми остаются заведения общепита, фитнес-центры и религиозные объекты. К сожалению, некоторые жители отрицают существование инфекции и игнорируют условия карантина. Люди ходят в гости, а дети массово играют на площадках. Это неправильно. Вирус стремительно распространяется в каждом районе области. Если угрозу не предотвратить сейчас, то последствия не избежать. Если мы действительно переживаем за здоровье родных, то необходимо придерживаться карантинных мер. А на севере страны за последние две недели проверили больше двух тысяч организаций. Выявили свыше двухсот нарушений в магазинах, кафе и парикмахерских. Только за сутки прирост заболеваемости составил почти 7%. Но все новые случаи завозные. В разрезе регионов по числу инфицированных область сохраняет последнюю позицию. По хитгулюк Асвак, Хабар, 24. В АТРАО начался судебный процесс над главным врачом областного роддома и другими фигурантами дела об убийстве новорожденного. Пока шло досудебное расследование в отношении медиков, к уголовной ответственности привлекли и других лиц. Всего на скамье подсудимых пять человек. Следствие обнаружило, что в медучреждении царит антисанитария. Используют некачественные препараты, нарушая санитарные нормы и правила. Были даже случаи, когда роды принимали внимание пьяные врачи. Напомню, осенью прошлого года сотрудники департамента по противодействию коррупции задержали главного врача перинатального центра Атравской области Куаны Шаны Санбаевым. А также акушерогинеколога, которых обвинили в убийстве ребенка. Как ранее сообщалось, его оформили как мертворожденного. Но когда он подал признаки жизни, медики, не желая переоформлять документы, отправили его в холодильную камеру. Сегодня началось первое судебное заседание. Заседания проходят в режиме видеосвязи. Уголовное дело будет проводиться в ограниченном режиме, только с участием сторон, участвующих в деле. Две преступные группировки ликвидировали в Алма-Ате и Алма-Атинской области. Операцию провели совместно сотрудники Министерства внутренних дел и Комитета национальной безопасности. Общая численность задержанных – 30 человек. Всех поместили во временные изоляторы. У преступников изъяли 11 видов оружия и больше 200 боеприпасов. Некоторые из них уже были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Использовать неестественно серую воду из-под крана вынуждены в поселке Белоусовка восточно-казахстанской области, так как альтернативы старой водонапорной башне и проржевевшим трубам попросту нет. Власти обещали завершить строительство новых коммуникаций еще три года назад, но сроки ввода в эксплуатацию постоянно откладывают. В ситуации разбирался Вячеслав Федлогин. С наступлением благоприятной погоды начнем запускать водопровод, потому что зимой это было опасно. На данный момент сети нового водопровода уже приняты в эксплуатацию. На апрель-май текущего года планируется запуск уже нового водопровода. Даже Аким в Белоусовке уже новый, а проблемы все те же. Воду здесь дают по часам, водопровод изношен, а о строящихся новых коммуникациях сельчане знают лишь по рассказам чиновников. Причем они, похоже, сами запутались в окончательных сроках запуска водопроводных систем. Местные власти уверяли, поселок Белоусовка бесперебойным водоснабжением обеспечит до конца апреля крайний срок, начало мая, однако в подъездах местных многоэтажек до сих пор висят вот такие объявления. Вода подается строго по графику. Давайте убедимся, так ли это. Здравствуйте, не пугайтесь. Мы с телеканал Хабар. Подскажите, действительно, да, у вас вода здесь по расписанию? Да, уже, наверное, второй год постоянно так отключает. Это вообще невозможно. Ныне действующий водопровод доверие местных жителей давно не внушает и выдает неестественно серую воду из-под крана. Мало того, что коронавирусом мы не можем руки помыть правильно, то есть как положено под проточной водой, так еще и вода грязная. Сейчас у нас есть вода, но это даже удивительно, потому что в это время обычно воды нет. Вчера с 12 до 2 шла вот такая вода. То есть все два часа вода была грязной, ее невозможно было набрать. Эти выставленные в подъездах стиральные машины и бойлеры вышли из строя. Техника ломается на воде с элементами ржавчины. Машинка вышла из строя, мастер приехал, разобрал там везде прям песок. А еще местные жители научились помогать друг другу в сложных ситуациях. Когда давления в водопроводных системах не хватает и вода до вторых этажей не доходит, то ее передают через шланги от первого до второго этажа. А сроки тем временем все переносят и переносят. Теперь чиновники обещают решить проблему в июне. Запустить 118 километров нового водопровода им мешают. Теперь уже не погодные условия, а ситуация с коронавирусом в регионе. Местные власти говорили, что с запуском нового водопровода ситуация изменится. Прошел месяц, водопровода пока нет. Что, какие планы на дальнейшее? Как вы знаете, у нас в Казахстане был введен на территории всей чрезвычайной положения. Передвижение было у нас ограничено. Также карантинные меры. После снятия карантинных мер будет осуществляться запуск нового питьевого водоснабжения. А пока сельчане продолжают фильтровать воду из-под крана. Эту технологию за годы ожиданий здесь освоили в совершенстве. Вячеслав Витлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. Хабар, 24. В Бишкике состоялась онлайн-презентация книги переводчика Айдарбека Сарманбетова «Абай Кунанбаев. Слова назидания и поэмы». В сборник вошли самые известные произведения казахстанского писателя и мыслителя. Его особую роль в мировой культуре обсудили участники встречи, которая прошла в формате интернет-конференции. Тысячи километров – не преграда для тех, кто ценит и помнит творчество Абая Кунанбаева. Теперь для того, чтобы встретиться и рассказать о духовном наследии известного казахского мыслителя, достаточно интернета. Онлайн-конференция, посвященная творческому пути философа и мыслителя, длилась два часа. Но даже этого времени оказалось мало, чтобы каждый из её участников смог рассказать о том, почему Абай Кунанбаев оставил неизгладимый след в истории казахского национального сознания. Обычно человеческая жизнь ограничивается, ну, определенными годами. А у гениев начинается вторая жизнь, ибо они оставляют новому поколению неповторимое наследство. Я думаю, жизнь Абая, творческая жизнь Абая, будет из года в год укрепляться и расцветать. Сейчас в запасниках Национальной библиотеки Кыргызстана имени Алыкула Усмонова находится 64 книги с произведениями Абая Кунанбаева. Это крупнейшее собрание сочинений поэта, находящееся за пределами Казахстана. Для того, чтобы ближе познакомить читателей с его творчеством, к 175-летию Абая Кунанбаева в библиотеке организована выставка. Она рассказывает не только о литературном таланте и просветительском даре казахского поэта и писателя, но и о том, как часто кыргызские литераторы обращаются к творчеству Абая Кунанбаева. Также я хотела бы обратить ваше внимание на новый академический сборник стихов Абая в переводах на крыгызский язык. Начиная с Токанбаева многие поэты перевели Абая, и все переводы собраны в этом академическом сборнике. И этот сборник вышел только что в 2020 году, и сигнальный экземпляр мы получили только. Если академическому сборнику стихов Абая Кунанбаева еще предстоит издание, то книга известного в Кыргызстане литератора и художника Айдарбека Сардарбекова «Абай. Слава назидания и поэмы» уже увидела свет. Общий тираж сборника произведений, переведенных с казахского на кыргызский язык, одна тысяча штук. Как подчеркивает посольство Казахстана в Кыргызстане, в год 175-летия поэта – это далеко не последнее мероприятие, посвященное этой важной дате. Бакыч Ирмашев, специальная для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. Конкурс видеороликов в режиме онлайн-конференции прошел в Евразийском национальном университете имени Гумилева. Студенты из Казахстана и Кыргызстана представили 20 работ. Члены жюри оценивали их по нескольким критериям. Оригинальность идеи, операторское искусство, монтаж, выбор звукового сопровождения и другие параметры. Событие приурочено к юбилею Абая Кунанбаева. Особенно меня затронуло эпизоды, которые они снимали в детском саду, как маленькие дети с удовольствием читали стихотворение Абая. И понравился мне сюжет, где претенденты читали стихи Абая на разных языках мира. Так как конкурс проходил в онлайн-режиме, мы также награждения будем проводить в онлайн-режиме. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok